Радио НВ В общем, важный, важный, важный киноцентр, скажем так. И опять же, чтобы им объяснить, что происходит вокруг кинотеатра, сначала Киевская городская администрация объявила о том, что она передает кинотеатр в руководство организации Киев кинофильм, который заведует многими муниципальными кинотеатрами. И все удивились, почему же есть команды, которые уже 10 лет, в общем, 20 лет, более того, 20 лет поднимают этот кинотеатр, почему же не продлить им аренду. И затем прошло еще немножко времени, и совсем уже неожиданное заявление со стороны Киевской городадминистрации. Они сказали, что вот в ближайшее время они проведут аукцион, и любой желающий, кто хочет, может, значит, в нем участвовать для того, чтобы взять в аренду кинотеатр Киев. Единственное, что аренда будет составлять от 700 тысяч гривен. Как посчитали эксперты, нынешняя команда уж точно не сможет себе такое позволить, что означает, что кинотеатр Киев, скорее всего, достанется каким-то совсем другим людям. Я знаю, что вы государственный чиновник, я знаю, что вы, как это, придерживаетесь корпоративной этики, но если вот отключить государственного чиновника и просто как человек, выглядит же так, что просто кинотеатр, вернее, даже не кинотеатр, а это здание в центре города кому-то пообещали. Ну, вы знаете, скажем так, я, звичайно, не могу такого стверджувати, но симптомы, так сказать, формы протекания этой хвороби, они очень напоминают симптомы того, что называется, скажем так, так, спроби, назовемо это дипломатичную мову, усунути за будь-что нынешних орендарев, від управления цим майном. А если не дипломатически, а джатя это называется? Ну, теоретично, исцнует такой сленговый вирос российской мовы, украинской. Украинской, витжатый, витжатый, это трохи інший. Ну, смешного тут насправді мало. Справа в том, что, по-перше, дивует вот такая радикальна зміна позиції протягом кількох днів. Это говорит про то, что есть какая-то мета, и, значит, не вышло вот так, значит, давайте попробуем вот так, на ходу меняется стратегия и тактика, и не совсем, насправді, продумано это делается, потому что Оголошена цена, ну, звідки взялась цифра 700 тысяч? На подставе что? На подставе рынковой вартости майна, по каким-то там оценкам, просто, что в центре места можно сдать в аренду за такую сумму майно, можно, ну, под стрип-клуб, например. Ну, вот, вероятно, есть люди, которые уже готовы платить. Да, да, много стрип-клубов. И, ну, возможно, недостатньо у нас в центральной частини места подібных институций. А здесь, знаете, такой, с колонными зданиями, вообще можно красиво, много девушек. Да, красиво, там, иноземцям, очевидно, будет подобаться, и так далее. Ну, это же абсурд, потому что подходить с мерками суто экономических показников до закладов и объектов культури, это, ну, політика переверена в Украине десятилетиями. В результате якої сникли такие кинотеатры, как «Украина», «Кинопанорама», «Имени Друженко». Извините, что перебиваю, тоже нужно объяснить нашим слушателям, которые не в Киеве находятся, им кажется странной, это вообще тема, может быть, не очень интересной. Ну, там, где наши глядачі, слухачи, перепрошу, знаходятся, теж были такие самі кинотеатры в их местах, які теж сникли. Эти кинотеатры находятся в центре города, это очень, как это, завидная недвижимость, скажем прямо. Например, там, Британский театр в кино и фестивали кинематографу разных стран, и премьеры украинских фильмов. Зрештою, там в фестивалях идут главные для нашей страны, такие, как молодость, такие, как Докудейс, еще целая низка. И когда мы там проводили «Открытую ночь», это была одна из локаций, давным-давно, 15 назад. Ну, то есть, на самом деле, это один из таких важных союзников, всех тех, кто хотят показывать необычное кино. И там есть сформована аудитория, сформованным уже смаком, яка саме ходит в все кинотеатры. Таких кинотеатров, по великому рахунку, в нашей стране аж два. Киев и Жовтень. Киев и Жовтень. До речи, Жовтень оренда платит значительно меньше 700 тысяч гривен. Давайте сейчас не сглазим, потому что сейчас начнется что-то. Ну, но, между прочим, Жовтень мает такой же статус, то есть так же оренда целесного майнового комплекса. И, насколько я знаю, оренда всплывает там за два года. В русском языке есть ужасное слово «накаркать», «наврочить» украинскую. Тому я хотел бы привернуть увагу до того, что мы маем ослідкувать. Но и за Жовтнем тоже, чтобы ничего не сталося. Но нужно еще сказать, что, например, ремонт в Жовтне после пожары отбывался за рахунок бюджета города, за гроши города. Поэтому, возможно, этим исправлена такая сумма оренды. Ремонт в Киеве отбывался не за рахунок коммунальных денег. То есть, денег бюджета Киева. Это отбывалось за рахунок денег, залученных орендарем. То есть, действительно, они могут, если им отказывают в аренде, они могут разобрать залы, забрать оттуда сиденья, забрать все оборудование. Орендарь, кресла, экраны, кондиционирование и так далее – это власность орендаря. И новый орендарь не только ему будет смешен платить такую фантастическую сумму, но он еще будет смешен сделать серьезную инвестицию. Я не знаю, кого... Вот, если бы я не был держслужбовцем, был прокатником и захотел бы рассмотреть такую пропозицию, я бы, скорее всего, отмолился. Потому что я витратил полгода часа на приблизную калькуляцию, например, цифр. И в меня вышло, ну, то, что продаж квитков не покрие витрат на сплату оренди за строительство, за землю, не забываем, что они еще платят за землю, и за электрику, например. Скажите, а есть ли вообще возможность... Неверховно, чем и других коммунальных платежей. Есть ли возможность того, что вот этот новый некий мифический арендатор, он обязан будет делать так, чтобы это был кинотеатр, или он может просто открыться на стрип-клуб и на нем заработать больше? Разумеется, когда уже майно передано в оренду, то запис в договоре, там, что зберегти профильную деятельность, он очень размитый. Это можно по-разному трактовать, а вылочить и растворить договор оренди, можно там в судах, потом виконавча служба мает выселять и так далее, и так далее. Это все, ну, в наших реалиях, вы понимаете, не так уже и просто зробить. Тем более, что разночитание фразы «зберегти профильную деятельность», это, ну, можно очень по-разному трактовать и предплажать. В данном випадке мы бачим конкретную деятельность, и есть эта деятельность протягом 20 лет, и можно, в принципе, сделать певные висновки. Если люди 20 лет это делают, ну, есть высокий ступень уверенности, что именно эти люди продолжают это делать в следующем, принаймні, 10 лет, про которые идет продолжение терминовой оренди. Давайте, если есть потребность, чтобы перераховать сумму, поскольку она раховалась 10 лет тому, давайте мы перерахуем, но нехай она будет адекватна, и враховывать, что главная мета существования этого кинотеатра, Это не наполнение бюджета в Киеве. Место Киев великое место с миллиардными бюджетом, который составит десятки миллиардов гривен. И его есть, зведко пополнить. Можно подсказать адресы незаконных забудов в Киеве, если кому-то интересно. Чиновников, там вот есть жерело пополнения бюджета Место Киев за том, что штрафами и так далее. этих, значит, хулиганей, которые строят эти, не, перепрошу, хулиганы, это же те, кто руйнуют паркани незаконных, это добропорядочные бизнесмены. Так, так, так. Ну, просто чиновники с ними еще не знакомы, но, возможно, познакомятся. Да, ну, это все очень-очень дивно, и главное, что еще, вот, мне очень важно, мы пытаемся все говорить про такую штуку, як приватно-державное партнерство. Что это означает? Например, есть в державе какая-то мета, или там территориальные громады, и людей, которые представляют интересы, то есть мерия, там, міськая рада, колись-нибудь міста, Киева, например. Есть потреба что-то сделать, но это не хватает ресурсов, скажем, суто, державного или коммунального. Тому залишаются приватные структури, которые своими ресурсами, людскими, финансовыми, технічными, допомагают что-то сделать. Ну, это как раз такий приклад. Державная будь-ля, не державная, коммунальна будь-ля, с каким-то старым коммунальным обладнанием, была передана, там отбылся ремонт, установление нового обладнания, и это прекрасно працюет, еще и приносит какие-то деньги. А теперь давайте, а, как только это стало успешным, а не занедбанным, тут говорят, знаете что, чтобы вас не заменить. Да, и 700 тысяч получать в месяц. Чтобы вас не заменить, и хай кто-то с другой работают, давайте конкурсы оголошивать. И таким чином, когда вот далеко кто-то будет расследовать, а чи не зайти ему, например, своими инвестициями в какую-то, например, государственное предприятие, какая-то киностудия. Вот мы сейчас там шукаем таких людей, которые бы инвестировали в киностудию, которые находятся в Украине, которые находятся в государственной власти. Они уже не хотят это делать, конечно. И скажут, ну, добре, мы 10 лет там попрацюем, а потом вы заберете и отдасте кому-то. Подстреб-клуб. Ну, в хорошем случае. Слушайте, а вот то, как ситуация выглядит сейчас, она выглядит, как все пропало, или что-то еще можно сделать? на самом деле, не выглядит, как все пропало, но в отличие от ситуации с Украиной и так далее, с кинопанорамой, тем больше с Довженко, которые просто внесли. Тут ситуация находится на том, этапе, на каком, в принципе, без великих зусиль можно все виправить. Только треба, мабуть, думать про то, что, ну, возможно, варто визнати кому-то помилку, просто, сказать, ну, десь там недогледили. Ну, это нормально. Это, в этом нет никакого греха. Мы все помиляемся, и, если помилка выправлена, то это только честь тем людям, которые выправляют. И вот сейчас я впевнен, в интересах как раз по поводу наполнения бюджета киевской городской администрации. А есть ли такие прецеденты, да, чтобы где-то в мире государство поддерживало именно кинотеатр, не там музей, не какое-то учебное учреждение, да, а чтобы она поддерживала именно кинотеатр. Вот почему это кейс? Вот они говорят, так а в чем дело? Они неэффективные, а хотят зарабатывать 700 тысяч в месяц. В Киеве есть, опять же, КП Киевкинофильм, который вообще не платит оренду. Больше того, место вытрачает на это деньги и правильно, до речи, делает. Потому что КП Киевкинофильм это тоже эффективное предприятие и прекрасно, ну, там просто изменился менеджмент и он выправляет эти помилки зараз, которые были там передними менеджерами допущені. Зараз как раз ремонтуются, відновлюються ті кінотеатри, які є в киевській мережі. И слава Богу, что это делается. Но, в принципе, у всему святе, принаймні в Европе, есть очень много примеров, когда створюются специальные условия для того, чтобы развивались кінотеатри, которые имеют культурную миссию, которые не просто центрами разваги, там, расшелены в ТРЦ, и где демонстрируется исключительно комерсийное кино. Если мы втратимы останние бастеоны кинокультури в Киеве, это как раз Жовтень и Киев, то это практически ну знищить осередки людей, такий кластер, который, в принципе, смотрит сегодня не форматное, не мейнстримное кино. Я, когда мы говорим о производительство фильмов в Украине, мы делаем акцент на массовом кино, которое будет завольнять смыки массового глядача, но без серьезного развития киносмаку, ну мы будем только деградовать. Буквально перед выпуском новостей вы говорили о том, что сейчас украинский кинематограф занимается тем, что в большей степени развивает массовое кино. То есть, если я правильно понимаю, выглядит так, что сейчас мы, ну мы, вы, да, киноиндустрия украинская, она хочет любыми способами привлечь украинского зрителя, да, в кинотеатре, на украинский фильм. Объясню, что я имею в виду. Я сразумею. Нет, нет, у меня еще есть присказка, еще сказочка. Значит, однажды одна известная, молодая, но уже известная украинская актриса, она ехала в такси, и так получилось, что там как было радио НВ, и как раз почему-то была программа «Бешеные псы», что-то я рассказывал про украинское кино, и таксист, таксисты лучше знают, чем все остальные, начал говорить, вот за мои деньги такие говно снимают. И вот теперь ответьте, правильно ли я понимаю, что сейчас задача украинской киноиндустрии, за любые... Знаете, я очень много раз слышу вот это же от таксистов, очевидно, фразу «за мои деньги вы снимаете не таке кино», а звездки уверенность, что, в принципе, эта человек сначала платит податки, это надо еще сясировать, что, если ты скажешь, что это за мои деньги, ну, надо поговорить про, насколько ты сумлечный платник податков. По-друге, ну, чему он вважает, что его гроши, как таксистов, пришли, например, на кино, а не на дорогу, по которой он пытается ездить. Ну, может быть, слушайте, какая-то часть могла пойти на кино. И все-таки хотелось бы сказать, что я все-таки вважаю, что для того, чтобы оценивать кино, треба, как в любом другом давать оценку, треба мати какую-то фаховую подготовку минимальную. Если мы говорим про такую постановку вопроса, почему за мои деньги что-то снимают, давайте проведемо оценку, насколько эта людина может реально фахово оценить этот результат. Я, например, даже не берусь оценить результат работы людей большинства профессий, потому что я в них не разбираюсь. А вы разбираетесь, как таксист хороший или плохой? С трудом. Хорошо. Ну, другой вопрос. Фиг с тем таксистом. С тем, что сейчас правильно ли понимаешь, что задача привлечь на украинское кино? Поверить украинское кино? Палица о двоих кінцях и медаль с двоих боков. Тобто, с одного боку, по-перше, хотів би сказать, что мы не забываем про поддержку, скажем так, авторскую, чи, назовемо его фестивальную, или, или, каким-нибудь термином, неадекватно обозреваемо, но не массовое кіно мы тоже поддерживаем. Просто, если раньше большинство поддержки настолько было, сейчас у нас Возможно, мы поддерживаем массовое кино, потому что это единственный способ использования кинематографа как инструмент певного влияния на широкие массы, который бы способен формированию идентичности, формированию певных мифов, в хорошем смысле этого слова, которые нужны для общества. Это какие мифы? По великому рахунку, я не знаю, какие самые нужны, какие по форме, главное, что в основе существования будь-якой спільноты, культурной, или, назовем ее, нации, лежит в том числе, спильная мифология. И это не обязательно мифы про богов стародавних, это могут быть какие-то современные вещи. И досягнути цего эффекта можно только охопивши великую аудиторию. И, соответственно, в великой аудитории есть певные смаки. Мне бы очень хотелось, чтобы большая аудитория смотрела больше, хотела смотреться на такие фильмы, как, например, «Донбасс» Сергея Лузницы, или «Коли падают дерева» Мариси Никитюк, или, например, «Герои моего времени» Тонни Найбрьовы. Но я могу продолжить этот список, это не значит, что он вычерпанный на этих именах и назвах, чтобы никто там не образился. Ну, уже три режиссера, уже рады, их упомянули, их фильмы упомянули, как авторские, они счастливы. И все-таки больше хотели. Но этот смак нужно выховывать. Это как раз сразу не прийдет, потому что самая доминование низко-якесного контента на телебачене, и по великому рахунку безальтернативно, в долгий час его присутствует в большинстве кинотеатров, самая формуя смаки глядача. И это не вина, не грех, не треба, чтобы в цьему бачить какой-то снобизм и так далее. Просто это приходит с часом, как смак до музыки, как и другие. А вот скажите, вот тоже, если сейчас как это... И как раз поступовая все больше поява там украинского артхаусного кино, и не только украинского артхаусного кино в публичном каком-то там просторе, от отбывалася как раз конкретно в місті Киеве, в кинотеатрах Киев, Жовтень. Слава Богу, сейчас там долучилась Лира, долучились еще другие кинотеатры, и даже мережи уже большие начинают тоже с этим працювать. Тобто есть определенная позитивная динамика, но, конечно, что привага отдается там аквамену. Понятно. Вот у меня вопрос тоже, если на секундочку забыть о том, что вы глава Госкино Украины, вы лично как зритель, вот от каких фильмов украинских получили удовольствие как зритель? Я не буду казать про украинский, потому что, снова-таки, это может быть там хибро потратовано. Нет, это если бы вы начали называть те, от которых вам очень не понравились, тогда бы все обиделись. Я могу сказать, от каких-то остальных иноземных фильмов, как-то говорят, я отримал реальное эстетическое задоволение, вот позавчора подивился Рома Альфонсо Куарона. Великий фильм. Давно не бачил такого кино. Остальным часом також мене вразил, например, тот же Павликовский фильм «Холодная война». «Земная война», «Холодная война». Ну, это только вот с таких вот там, реально, за остальные пару месяцев. Тобто про украинскую войну хочется сказать, может быть, вас ничего просто не впечатлило? Нет, мне вражают. Не даже не впечатлило, а зритель, как зритель, вот вы сидите на фильме, и ничего вас, как это, вы поглощены тем, что происходит на экране. В моем случае, в моем случае, если вот, как это, знаете, сначала я скажу, на меня произвело впечатление Донбасс, потому что это такое совсем бескомпромиссное кино, совсем такой авторский взгляд на события, уж не знаю, правильно, объективный, не объективный, должен ли он быть объективным, не знаю. За последний час, не больше, меня так вразил, среди украинских фильмов, «Вулкан» Романа Бондарчука. Он, Роман Бондарчук, был недавно у нас в гостях, кажется, уже наконец-то выйдет этот фильм в прокат, в апрель, на апрель, по-моему, назначили. Ну, так, он не выходил в прокат, с одной простой причиной, там была очень насыщена фестивальна программа, и не было сенсу до ее завершения, активной фазы завершения, вводить фильм в прокат, так что это было... Хотя фильм готовый уже больше, чем рік. Я его дивился в осени, в конце осени минулого року еще. Ну вот мы ждем его тоже в прокате, один из ожидаемых украинских фильмов. На жаль, не попал на его премьеру в Карловых Варах, у меня машина в Ужгороде по дороге поломалась. Понятно, вот это потому, что вы не над тем таксистом ехали, который хороший таксист, и говорит, что за его деньги говно снимает. Вопрос вот в чем. Вот вы сами упомянули, да, что некоторым образом сейчас мы строим с помощью украинского кино некую мифологию, да, украинскую. И если посмотреть на фильмы, которые вышли, которые выйдут, вот в 2019 году, например, будут там фильмы, там, Довбуш, будет фильм Захар Беркут. Я не уверен, что Довбуш будет с этого года. Ну, не суть. Ну вот имеется в виду то, что много фильмов, которые говорят о прошлом. Но если посмотреть на кассовые сборы, на то, что собирает кассу в Украине, кажется, что все-таки украинского зрителя не столько прошлое интересует, сколько настоящее. Потому что самыми кассовыми фильмами, даже фильм Киборги, это все-таки настоящее. Скажи на Василия, это настоящее. Вот сейчас есть Я, Ты, Винво, на 61 миллион гривен собрал фильм, рекорд поставил. И это все настоящее. Видите ли Вы... Это, я думаю, что на самом деле зависит настолько от успеха фильма, в первую очередь зависит от самого фильма, то, как он сделан, а не от темы. Тема тоже важлива, но если будет супер важливая актуальна тема, а фильм будет недостатньо хороший, он не заберет никогда много глядачей, и не выключает ни в кого захопления. Если фильм будет, ну, снова-таки, там, тема фильма Рома, ну, она же очень простая, аж до банальности. Конечно. И это, до речи, принцип итальянского неореализма, это, чтобы Вы меня обозвали синефилом, чтобы оборудоваться эту тезу. Да-да-да, тут Вы не знаете глологу с кино Филипп Ильенко несколько задело то, что в анонсе мы его объявили как синефила. Синефил, тут ничего нет обидно, но синефил это человек, который любит кино. И как раз вот я сегодня с Андреем Халпахчи, керевником фестиваля молодость, обговорил, что очень многое связано с фильмом Куарона с выкрадачами велосипедов. Да, Десики, Виторио Десики, да. Десики, который был снят в конце 1947, по-моему, рік, если я не ошибаюсь. И там тоже, даже маленькие хлопчики, просто типично, очень похожи. И поэтому, возможно, в Куарона и эта черно-била эстетика. То есть Вы думаете, что не зря украинские режиссеры снимают так много фильмов про украинское прошлое, про каких-то персонажей из прошлого? Если это просто про темы, когда тема историчная важлива, про ней чомусь просто больше пишут. И это как-то фокусирует вагу. У нас вошло в великому рахунку не так много фильмов про війну сучасную, но очень часто слышу, а почему Вы снимаете только про війну? Мы как раз мало снимаем про війну, потому что мы не хотим заспойлерить тему просто кількістью. Мы хотим все-таки выбирать достойные проекты. Не обе просто, что про війну, а чтобы это был качественный продукт. Поэтому главное – это качество фильма. Если взять световый прокат, то исторические драмы всегда были с начала Голливуда, всегда они интересовали. Ну, их сложнее снимать, потому что это костюмы. Они просто дорожче. Это дорожче, дорожче. И это тяжело, больше нужно готовиться, поэтому они не так быстро появляются. Но вот там тоже, например, Захар Беркут, я впевнен, потому что это будет успех кассовый. Хорошо. Опять же, я хочу напомнить нашим слушателям, что мы в прямом эфире, поэтому если вы хотите задать какие-то вопросы нашему гостю, у нас в гостях глава Госкино Филипп Ильенко, то вы можете позвонить по номеру 044-237-0353. Буквально сегодня появилась новость о том, что да, фильм студии «Квартал 95» и Владимира Зеленского, да, «Я, ты, я, ты, Вин, Вона», заработал 61 миллион и больше, чем 61 миллион гривен в прокате. Ну, еще видно, Вин заработал Чебиш, потому что он продолжает. Что это означает для проката? Нет, давайте не так. Как вам фильм? Честно. Фильм – это романтичная комедия. Все по законам жанра. Нет, нет, это романтичная комедия. Чи отримали вы задоволение, смотря этот фильм как глядач? Я смеялся там, где было смешно. Где вам было смешно? Ну, я уже так прямо не могу сказать, но я смеялся больше, чем один раз. Поруч со мной сидел наш эксперт Валентин Васинович. Вин, если что, не даст брехать. Вин, до речи, тоже смеялся. Так, ну хорошо, у нас уже есть два человека, которые смеялись. Более того, смеялись... Вообще, я бачу, в поле зору в мене находился Алик Шпилюк, програмный директор Одеського кинофестиваля, и он смеялся. Так, вас уже трое. Вас уже трое. То есть там смеялся еще позаду, возможно, это был сам Володимир Зеленский. Возможно, это был сам Володимир Зеленский, он не считается, потому что он явно готов смеяться на своих собственных фильмах. Бокс-офис общий, касса превысила 200 миллионов гривен, более 8% уже занимает украинский кинематограф среди всех остальных фильмов в прокате. Ну, в общем, 61 миллион, вот сейчас мы уже об этом сказали, фильм «Я ты, Вин, Вона» Володимира Зеленского заработал уже сейчас, он побил рекорды, это самый кассовый украинский фильм, и, возможно, он заработает еще больше наверняка. Я задам вопрос, а потом мы примем звонок, нам звонит слушатель. Вопрос вот в чем. Если оставить за скобками фильм Вадимира Зеленского «Я ты, он, она», получается, что все фильмы, которые окупились в украинском прокате, были либо сняты без поддержки госкину и государства, я имею в виду фильмы с Вингеры и Дзидзю первый раз, либо с небольшой поддержкой. Дзидзю контрабас окупился про Дзидзю первый раз, я таких заяв пока что нечу. Ну, он отримал, зарубил что-то там 47 миллионов, я думаю, что... А нет, он не зарубил столько. Подождите, у меня есть... Сейчас вот у меня все ходы записаны. Значит... А нет, он заработал 22 миллиона гривен, его бюджет 19 миллионов. Ну, то есть... Он не окупился и близко, он принес сбитки своим виробникам, потому что 50% от бокс-офиса забирают себе кинотеатр, от того, что лишилось, 10-15% забирают себе дистрибьютор, от того, что лишилось, требует оплатить промо-компанию, которая была там, например, я думаю, что пару миллионов гривен, и все решта забирают себе инвестор. Хорошо, принимается. Я не прав. Значит, я не прав, значит, да, действительно. В общем, окупилось, насколько я знаю, пока что всего 3-4 фильмы. Вот скажи на веселье, оно получило миллион от Госкино, и заработало 54. Дзиндзе, контрабас, свингеры, ну и пока что, насколько я понимаю, все. Мой вопрос был слегка, как это, каверзный, в том, что, может быть, вот когда критикуют Госкино за то, что оно дает тем людям, которые не знают, как делать кинобизнес. Между прочим, мы давали гроши, в том числе, продюсерам Дзиндзео, на другие их проекты, которые не окупились, на жаль. Но они окупились не потому, что это плохие фильмы, потому что такая конъюнктура рынка. И фильмы, например, были победителем Миканского фестиваля. Хорошо, у нас есть два звонка. Секундочку. Алло, здравствуйте. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. А вы, вы, вам, вы маете, сейчас, зараз я вам... Лю. Алло, алло. Вы чуете нас? Да, добрый вечер. Это я? Это вы. Да, я хотела спросить у вашего гостя, если будет сниматься фильм, кинофильм про Волинскую трагедию, чтобы украинцы увидели, как это все было. Спасибо вам за запитание. Чи будут, чьи есть такие планы, чтобы снимать про Волинскую трагедию? Ну, в принципе, если нам будет поданный интересный проект на эту тему, я думаю, что он получит поддержку. Пока что их никто не подавал. Хотелось бы сказать, что мы сами не вызначаем, какие фильмы снимать. Это происходит на конкурсных засадах. Все уверены, что вы такой карабас-барабас, который, значит, манипулируется. Это несчастная жертва обмеженного выбора. Хорошо, у нас есть еще один звонок. Який навіть не я роблю. Зрозуміло. Ну, свадебный генерал, вот это хорошо, да? У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрий день. Добрий день. Я хотела спросить Филиппа Ильянка, что ему говорит такое прозвище, как Загребельный? Чи он знал их? Дякуй ему за запитание. Нет, я видела его совсем маленьким, еще когда они дружили с Загребельными. Кого? Филиппа Ильянка или Загребельных? Я понимаю, что вы имеете на увазе не письменника, а оперного співака, который был нашим еще сусидом. Я вас бачила, как вам было 2-3 лет. Дякуймо вам, дякуймо за запитание. Я не очень понимаю, почему таке вопрос возникло, но если вы хотите, вы можете ответить. Это идет про оперного співака, который был солистом Киевского театра оперного. Он сыграл эпизодичную роль в фильме «Мого батька. Легенда про книгиню Ольгу» и выполнил там песню, которая звучит таким лейтмотивом на музыку Евгена Станковича и слова «Мого батька». Мы, до речи, коли робили три роки назад українську версию цього фільму, бо за радянских часів не дозволили, чтобы книгиня Ольга заговорила українською мовою, стала велика проблема з піснею, бо вона має серьезное, крім самой чудовой музыки и виконання, там ще слова грають велику роль для сюжету фільму. Мы запросили виконати цю партию Сашка Ярмолу з гурту «Гайдамаки». Ну і він впорався чудово сім. У меня є острий вопрос, який булить членом кіноіндустрии. В общем, те, що вони спрашивають, це коли буде следующий конкурс кінопроєктов? Типа, вот предыдущий проходив, це для слухачів, в іюні 2017 року, це, значить, полтора року назад, вони кажуть, от ми їдем к своїм колегам на копродукціонній ринці і не знаємо, що ми говорили, що відбувається? Когда же будет... Winter is coming. Winter is coming. Winter is already here. Уже January. Not in the Winterfell. Хорошо, а если поконкретнее, что там происходит, почему не проводится? Насправді, ситуація наступна. Для того, щоб провести пічинг, його може оголосити Рада з питань державної підтримки кінематографії, яка має бути затверджена урядом. Вже персональний склад цієї Ради, проект, розпорядження про його призначення визначений, знаходиться на фінальному етапі погодження всякими зацікавленими органами згідно регламенту Кабінету Міністрів України і сподіваюсь, що найближчим часом він буде ухвалений. А почему так долго? Почему так долго? От полтора року этого не происходит. Есть ли у вас ответ? Конкурс був, тому що треба було спочатку ухвалити порядок формування цієї Ради, який затверджується постановою уряду. Допустим, это месяц. Це не месяц. В українських умовах це мінімум півроку. Півроку, а вже півтора. Потім провести цей конкурс ще півроку. Тобто, насправді, тут дуже небагато залежить від когось конкретно, бо в цей процес задіяна дуже велика кількість різних міністерств, відомств. Це дуже складна процедура. Дати нет. Я сподіваюся, що це буде якнайшвидше. Але точну дату я не можу сказати, що це вже абсолютно знаходиться поза межами мого контролю. Хорошо, у мене є такий питання. Але ми багато працюємо, доводимо важливість цього питання до всіх, від кого це залежить. І буквально сьогодні я на це витратив цілий весь свій робочий день. Є такий питання. І продовжую прямо зараз це робити. Зрозуміло. Прямо питання, який вже можна обсуждати. Я знаю, що ви не дуже хотіли видвигати Донбас Сергія Возніця від України на Оскар. Це неправда. Абсолютно неправда. Це спекуляція прямо взятих індивідуумів. Давайте я скажу, я скажу, що я слышав. Ви скажете, що це неправда. Значить, зв'язано це з чим? З тим, що фінансування фільма, з одной сторони, ну то є частина украінського фінансування, ну не основнає, то є це не зовсім украінський фільм. І що це теж, як би, странно, да, може показатися кому-то. Например, вам. Так ли це? Вот были ли какие-то у вас по цьому поводу сомнення? Абсолютно ні. Це просто була спекуляція певних людей, які не хотіли, були проти внесення змін до регламенту роботи Оскарівського комітету українського, який ми запропонували. А ви же їх предложили прямо перед самим голосуванням, незадовго до голосуванням. Ми їх запропонували, і, в принципі, навіть якщо б вони були застосовані цього року, це ніяк би не стосувалося фільму «Донбас». Абсолютно. Тому що фільм «Донбас», навіть з юридичної точки зору, підпадає під всі критерії, які ми визначили, які необхідно виконати для того, щоб мати можливість, щоб цей фільм був висунутий на Оскар. От і все. Це була просто спекуляція. Це хто спекулирує? В пилу запеклої дискусії використали цей аргумент спекулятивним характером. Ну, конкретно це я там прочитав на фейсбуці одного відомого, широковідомого в узьких колах кінокритика. Понятно. Хорошо. Ну, от Филипп Ільянка говорить, що нічого не имав проти фільма «Донбас», видвиження його на Оскар. К сожалению, он не попав в шорт-лист. Наверное, це слишком сложный фільм для американських кіноакадемиків. Непонятний. Ещё одна штука, за которую вас критиковали, это то, что, ну, не вас, а Госкино, да, то, что оно выделило, кажется, миллион долларов фильму «Гаррет Джонс» Огнешки Холланд. Гаррет Джонс рассказывает, опять для наших слушателей, которые не в курсе, он рассказывает о британском журналисте, реальном, реально существовавшем, жившем. Он приехал в 1932 году на территорию Украины, которая тогда находилась в составе Советского Союза. В тот момент, когда там была как раз, происходила трагедия, разворачивалась, известная сейчас как Голодомор, он первым сообщил об этом. И сейчас фильм «Гаррет Джонс» участвует, уже заявлено в официальном конкурсе Берлинского кинофестиваля. За что критиковали? Говорили, ну, слушайте, что, Агнешка Холланд не найдёт себе миллион долларов? Найдёт, она же известный режиссёр, номинантка на «Оскар». А вот мы взяли бы и дебютом его дали. Почему фильм «Гаррет Джонс»… Ну, первое, дебютом мы и так много дали. По-друге, навіть для Агнешки Холланд миллион долларов – это велика сумма. Для меня очень большая сумма. Для меня это фантастичная абстрактная сумма. Я думаю, что эффект, который будет достигнуть от того, что в конкурсе Берлинского фестиваля будет продемонстрировано фильм, который рассказывает правду про то, как свет абсолютно заплющив очи и проигнорувал одну из наибольших трагедий в истории людства, это прямая паралель с позицией многих очень многих стран по отношению к тому, что сейчас происходит снова в Украине. И, знаете, тот кинематографический талант, который имеет паня Агнешка, и репутацию в мире, чтобы наши глядачи просто господи, глядачи, слухачи, камера передо мной стоит. Так, 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 відволякаю. Взагалі я больше говорю про глядачей. Больше про глядачей, а вы не слухаете, слухачи. И... Агнешка Холланд – это известный режиссер, в том числе и фильмами, которые были посвящены про вопросы, связанные с с определенными особистыми причинками протестными людей. Например, она снимала фильм про чешского студента Яна Палаха, который совершил самоспаление, и этим изменил реально хит истории борьбы против радянской оккупации и коммунизма в Чехии. Ну, среди фильмов у нее есть полное затмение о романе этих самых поэтов Верлены и Римбо, Римбо, и она, считается, открыла прежесть у этого актера Леонарда Ди Каприо. Всесвітно відома, в том числе и тем, что она сняла там пару сезонов в фильме «Краткова гра» «Хаус оф карц», господи. Карточный домик. Карточный будиночок. Тобто, это режиссер, это не польский режиссер, это режиссер абсолютно международную репутацию святым имям. Цей режиссер будет рассказать историю Гаррета Джонса, людини, яка рассказала правду про Голодомор и которой не поверили, которую проигнорули. И потом, через небольшой час, при загадковых обставинах эта людина загинула. И в тот же час был Уолтер Дюранти, который получил пулыцеровскую премию за свои брехливые статтей про процветание и рай на земле, который строит Сталин в СССР в целом и в Украине , перед фестивалем. Но он уже полностью готов. Хорошо. Напоследок у нас есть буквально две минуты. Для того, чтобы у меня есть пару личных вопросов, для того, чтобы зрители лучше вас узнали. Вы националист. Ну, конечно. Что это означает быть националистом в современной Украине? Сейчас националистами пугают. Сегодня быть националистом, судячи по политическим гаслам большинства кандидатов президентов, это вообще мейнстрим быть националистом. Так. А вот вы как человек, который придерживается националистических результатов, это что означает? Я стал националистом еще тогда, когда это не было мейнстримом. Хорошо. Что вы вкладываете в это понятие, чтобы мы знали? Есть глава Госкино? Националистом это в первую очередь любовь, любовь до своей нации, своей страны и любовь действия. То есть не просто что я там что-то люблю, а какие-то вчинки, которые должны действовать. И я очень хочу, чтобы я такие действия тоже действовал, но я не уверен, это не мне оценивать, насколько они действия. Вот в принципе и все, если коротко. А что пошло не так? Почему сейчас, как это называется, либеральную общественность пугают националистами? Что пошло не так? либеральная общественность сама себя залякует, плутывая очень часто понятия, а иногда сведомо спекуливая, вводя в оману, плутывая национализм и очень похожий по назву нацизм, который не имеет между собой абсолютно ничего спильного. Спасибо большое. Друзья, у нас в гостях был Синефил, националист и глава госкино Украины Филипп Ильенко. Мы ждем много-много успешных украинских фильмов в 2019 году. Все кинематографисты ждут нового конкурса кинопроектов. Мы тоже ждем. радиоприемников ждут. Готуйте сценарий, скоро будет все. Главное, чтобы вы были готовы. Мы будем готовы. Это была программа Бешеные псы в прямом эфире Радио НВ. Спасибо всем большое, спасибо, что пришли к нам. Услышимся через неделю. Радио НВ.